МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Лучшие из лучших. 10 учителей Чувашии стали лауреатами премии президента России. Пушкин в Чувашии. О маршруте великого писателя, который мог бы стать туристическим. Воспитание фольклором. В Чуварлейском детском саду малышей учат хранить народные традиции. Итоги социально-экономического развития Чувашии в первом полугодии 2016 года использование средств Дорожного фонда при строительстве и реконструкции автодорога. Обсуждали сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашии. В среде основных положительных тенденций развития Чувашии министр экономического развития Владимир Аврелькин отметил увеличение заработной платы, относительно стабильную ситуацию на рынке труда и невысокую по сравнению с общероссийской инфляцией. Индекс промпроизводства за полгода составил почти 115%. Растут объемы производства химической, легкой и обрабатывающей промышленности. В первом полугодии были открыты новые производственные площадки в Канаше, Чебоксарах и Новочебоксарске. Объем производства сельского хозяйства составил 109%. Растет производство мяса и птицы, а вот надои молока снижаются. Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов отметил, что ситуация под контролем. Продуктивность растет, количество поголовья на самом деле растет, но тем не менее официальные цифры, поэтому здесь будем работать и по итогам июля. Я думаю цифры мы здесь выровняем. На самом деле очень большая доля молока у нас 65,5% надаивается в сельском личных подсобных хозяйствах и там допущено снижение до 2%. В шести районах сегодня уборочные работы начались. Это в Алатырском районе, Батриевском, Бурнарском, Канарском, Парецком районах. На сегодняшний день около 900 тонн зерна уже намолочено. И на этой неделе мы думаем процентов почти все районы, у кого есть зимы, южные районы должны выйти. В целом урожайность на сегодняшний день около 30 центнеров с гектара. Министр финансов Светлана Янилина рассказала, что в бюджете республики увеличились доходы. На рост доходов в целом по консолидированному бюджету на 6,5% повлияли. Конечно, за отчитываемый период и увеличение налоговых и неналоговых доходов почти на 10% по консолидированному бюджету мы имеем положительную динамику. Все основные виды доходов в положительном тренде. Наибольший темп роста имеют акцизы. В основном это за счет акцизов на нефтепродукты, потому что мы знаем, что в текущем году у нас увеличились ставки по ним. Также положительную динамику и неплохую положительную динамику. 125% почти это налог на прибыль организации. Обсудили на еженедельном совещании качество ремонта дорог в республике. По данным МВД, в Чувашии за полгода произошло 624 ДТП. Из них 45% из-за плохих дорожных условий. Министерство дорожного хозяйства проблемы признают. Какие основные причины недостаточных темпов дорожных работ? Первая основная причина – это то, что основное наше предприятие, которое имело большой объем контрактов в 2015 году, акционерное общество Чуваш-Садор, на сегодня находится в конкурсном управлении. И практически все виды работ, строительство, текущий и капитальный ремонт практически все установлены. Михаил Игнатьев призвал Министерство финансов и дорожного хозяйства отслеживать эффективное освоение каждого бюджетного рубля. И напомнил, что ремонт дорог должен быть качественным и своевременным. Татьяна Молокова, Республика. На еженедельном совещании также обсудили ситуацию вокруг строительства девятиэтажного дома в Чебоксарах, который ведут премиум инжиниринг и Устро. Напомним, на объекте сложилась ситуация, от которой могут пострадать участники долевого строительства. Подробно в нашем завтрашнем выпуске. А сейчас к другим темам. Десять учителей Чувашии стали лауреатами премии президента России. В числе лауреатов учителя истории, общества знания, чувашского, русского и английского языков, литературы, биологии, химии, математики и начальных классов. Кроме педагогов столичных лицеев и гимназий, преподаватели из Янтиковской, Марпасадской, Красноармейской средних школ и один учитель из Новочбоксарска. Все они получат денежное поощрение. 200 тысяч рублей. Лучшие педагоги, которые подают себя, прежде всего, на разных мероприятиях, представляют надлежащим образом оформленную документацию на конкурс. Комиссия и конкурсная комиссия работала объективно. Ученики у этих учителей, они участвуют на разных олимпиадах, не только оригинального значения, оригинального уровня, но и на общероссийских олимпиадах. Премии президента России лучшим учителям присуждаются с 2006 года. За это время в конкурсе приняли участие 2248 учителей. Лауреатами стали 519 человек. В 2016 году в Чувашии на конкурс было подано 38 материалов от учителей из 14 муниципалитетов. Республике большое внимание уделяется поддержке учителей-новаторов. В марте 2016 года по поручению главы Чувашии учреждены денежные поощрения в размере 250 тысяч рублей для педагогических работников, подготовивших победителей всероссийских и международных олимпиад школьников. Денежные поощрения в размере 150 тысяч рублей для педагогических работников, подготовивших призеров всероссийских и международных олимпиад. Поддержим местного сельхозпроизводителя. Покупай Чувашское. Такие призывы из уст представителей органов власти звучат постоянно. Какова доля продукции чувашских аграриев на прилавках Чебоксар и насколько она конкурентоспособна, выясняла специальная комиссия во главе с министром сельского хозяйства Чувашии Сергеем Артамоновым. Мини-рынок на улице Льер один из самых старейших в Чебоксарах. Здесь можно найти все, что угодно. Морковь, зелень, кабачки, малина. Все продукты прямиком с грядки. С самого раннего утра здесь немало покупателей. Выбор большой, цены приемлемые. Народ, когда приходит, предпочтение делает? Чувашское брать или местные спрашивают? Или не важно? Нет, точно, в любом случае, конечно, спрашивают. А когда говорят, что Чувашский народ больше берет? Доверие больше? Да, конечно, больше. Ежедневно сюда приезжают сельхозпроизводители из всех близлежащих муниципалитетов. Тамара Петрова из Маргаушского района торгует здесь не первый год. Рассказывается, сейчас особый спрос на молодой картофель. Цены разные. У нас сегодняшний день есть по 10, по 20, по 30, по 40. Самая дорогая цена пока у нас сегодняшний день по 40. Но очень быстро дешевлеет. Места для торговли администрация города выделяет бесплатно. Время продажи не ограничено хоть до поздней ночи. И поэтому рынок привлекает все больше аграриев. Прилавков всем не хватает. Встал вопрос о создании новых площадок. Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов сообщил, что они появятся в самое ближайшее время. Следующей точкой проверки стал магазин «Букет Чуваший», что в центре столицы. Под пристально вниманием комиссии весь ассортимент. Мясная и молочная продукция, хлеб, напитки, конфеты. Товары чувашского производителя здесь представлены практически на 100%. Мне нравится, да, местное производство. Магазин нормальный, в принципе, о чем можно сказать. Сетемент нормальный, послужили нормальный. Но качество более натуральное, меньше химии. На полках крупной федеральной розничной сети «Магзнит» представлено 25% местной продукции. Она отмечена специальными наклейками «Покупачевашская» или «Чувашский производитель». Гипермаркет сотрудничает со многими крупными предприятиями республики. Но работы в этом направлении еще немало. К примеру, охлажденное мясо есть только производство «Мариэл». Эту ситуацию обещают исправить. Переговоры с местными поставщиками уже ведутся. В целом, нарушений мониторинг не выявил, но обозначил проблемы. Нам надо научиться еще продавать те же овощи, тот же картофель, то же мясо. Нам надо научиться правильно упаковывать именно в таком виде, какой требуется потребителю конечному. Удобную упаковку должно быть. Все прозрачно, максимально вся информация должна быть выложена. И, конечно, в этом направлении нам нужно сегодня работать общими усилиями. Общими усилиями у нас все получится. В Минсельхозе отмечают, такие проверки будут проводиться чаще. С их помощью можно узнать, на что нужно обратить внимание в первую очередь и какие меры необходимо предпринять по расширению ассортимента чувашской продукции на прилавках. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Сергей Адушкин, Республика. Более 7 миллионов рублей собрали жители Чуваши в рамках благотворительного марафона «Именем детства во имя детства». В этом году он прошел в 20-й раз. Итоги подвели в Парецком районе. В торжественной церемонии закрытие принял участие и глава республики Михаил Игнатьев. Итоги благотворительного марафона по традиции подводят в районе, жители которого собирают наибольшую сумму. В этом году паричане внесли в копилку добрых дел более 350 тысяч. Правила не изменились, все собранные деньги остаются в муниципалитетах. Именно здесь решают, на какие цели будут потрачены средства благотворителей. Некоторые районы помогают садикам и школам. Направляют, конечно, и детишкам, которые требуются помощи. Иногда они принимают программу, допустим, в дворах поставить детские площадки. Или в детских садиках поставить детские площадки. Иногда они идут по пути удешевления питания для малоимущих в школах. Рыцарей детства в республике стало больше. В юбилейном благотворительном марафоне приняли участие более полутора тысяч организаций. Каждый год на средства из общей копилки приобретают медицинские препараты, тренажеры, игрушки. Меценаты поддерживают и одаренных ребят. Лучшие получают специальные стипендии. И каждый рубль распределяется открыто, прозрачно и публично. И по итогам года мы отчитываемся. Задача наша – поддерживать всегда самых инициативных, самых целеустремленных, самых талантливых детей. Наша задача – сохранять и укреплять общесемейные ценности. Больше в жизни, наверное, получает тот, кто отдает, кто соучастливый, кто чувствует проблемы ближних. Ребят, наверное, хочу сказать несколько слов в ваш адрес. Я просто хочу, чтобы вы знали, чтобы вы ценили, что есть в вашей жизни. Потому что всегда есть тот, у кого не все так гладко. Всегда есть тот, кто недополучает. И всегда участвуйте в жизни других людей. В этом году в копилку марафона поступило 7 миллионов 800 тысяч рублей. Это средства рядовых горожан и предпринимателей. Самым чедрым меценатам по традиции вручили медали детского фонда. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика. Калининский районный суд вынес приговор бывшему следователю МВД, который с помощью родственника вымогал у подследственных взятки. 25-летний следователь оказался неплохим знатоком психологии и мастерски сыграл на чувствах подследственного, пообещав ему не возбуждать дело по отдельным эпизодам. Даже уничтожил некоторые документы в его присутствии. Правда, документы не имели никакого отношения к делу, да и состава преступления не было. Однако за свою благосклонность следователь потребовал 180 тысяч рублей. Помощником выступил его двоюродный брат. Калининский районный суд признал бывшего следователя и его родственника виновными в мошенничестве с использованием служебного положения и пособничестве соответственно. Его брата суд приговорил к полутора годам лишения свободы. Но приговор может быть обжалован. От прошлого к настоящему. В 1833 году Александр Пушкин совершил свое путешествие по Чувашии. По этому же пути спустя несколько веков проехали блогеры. Великий русский поэт собирал информацию о Пугачевском восстании. Герои же нашего сюжета размышляли о туристической привлекательности районов республики. Отчет о путешествии в нашем следующем сюжете. Чебоксара, Мурпасад, Батри, Валатарь. За пять дней энтузиасты проехали около тысячи километров. Это был эксперимент. Мы приезжали в город или в деревню и пытались найти, договориться, где переночевать. А у нас есть что показать. Очень интересные места, интересные люди, интересная природа. И я думаю, что если создать условия и информационно представить все красиво, сделать путеводитель интерактивный, то думаю, что туристы потянутся. Стоптанные ноги и палящее солнце не испортили планы и настроения участников экспедиции. За неполную неделю им удалось ознакомиться с культурой и наследием не только крупных городов республики, но и самых невзрачных, на первый взгляд, деревень. Народ в Чувашии оказался гостеприимным. Фотокамеры блогеров сделали тысячи снимков самых живописных мест нашей Родины. На первый взгляд, ты не скажешь, что это наша родная Чувашия. Некоторые блогеры делали видеоотчеты каждого дня путешествия. Наблюдать за ребятами можно было в режиме онлайн на интерактивной карте туриста. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. Замечательная идея сделать туристический маршрут по следам Александра Пушкина. Но от идеи до воплощения, как считают блогеры, путь не близкий. И они сделали только первый шаг. 18 июля в народе отмечают именины преподобного Афанасия Афонского, который имел редкий дар исцеления. На Руси этот день назывался месяцев праздник. Наблюдать за ночным светилом в Афанасии в день была обязательной традицией. Люди верили, что данный обряд придавал здоровье и крепости. О народных традициях хорошо знают и воспитанники одного из дошкольных учреждений Алатарского района. Чуварлейский детский сад «Колокольчик». Экспериментальная республиканская площадка по внедрению программы воспитания на социо-культурном опыте. Галина Титарчук побывала в гостях у ребят и узнала, что представляет из себя эта программа. Чуварлейский детский сад «Колокольчик» распахнул свои двери два года назад. В новом садике открылись сразу четыре группы. Дошколятам и их родителям предложили новую образовательную программу. С помощью воспитателей ребята не только учатся дружить, общаться со сверстниками, но и знакомятся с историей родного села Чуварлеем, с легендами Алатарского края, с традициями Чувашской республики. Наши дети совместно с воспитателями занимаются восстановлением традиций нашего народа, нашего села. Родители поддержали внедрение данной программы, они активно участвуют в реализации программы, приходят на мероприятия. При активном участии родителей в саду организовали переносной мини-музей «Русская изба» и «Русская народная кукла». Экспонаты собирали по всему селу, а игрушки мастерили все вместе. Воспитатель Наталья Федотова признается, что рассказ о народной игрушке с удовольствием слушают не только дети, но и взрослые. Как только ребенок рождался, такую куклу клали ему под подушку. И в течение каждого месяца ему подкладывали вот такую куклу. Прошел год, сколько таких кукол будет? Двенадцать. Затем всех этих кукол, все двенадцать, их связывали в одно и клали за печку. Для чего? Говорилось о том, что все несчастья и все болезни с этими куклами, они как бы запечатались и сидят за печкой. И эти куклы назывались хихорадками. Эти малыши уже понимают, что жизнь скучна без фольклора, традиционных праздников, обрядов. С раннего возраста они слушают народные песни, поговорки, сказки, учатся водить хороводы. В Чуварлеях, как и в старину, по большим праздникам водят хороводы. Детский сад находится в сельской местности. Сама природа, которая окружает наш сад, это лес, озеро, которые находятся у нас рядом. Это все является естественной лабораторией для экологического воспитания детей. Поэтому дети у нас выходят на экскурсии в лес, проводят там наблюдения за растениями, за какими-то насекомыми. У нас реализовываются проекты по экологическому воспитанию тоже. Об итогах и результатах программы говорить пока рано. Но то, что сюда стремятся попасть дети из близлежащих деревень и даже из Алатыря, говорит о многом. Родители понимают, вырасти настоящим человеком можно только приобщившись к культуре своего народа, обычаям и традициям. Галина Титарчук, Олег Якимов, Республика. В Цивильске прошел 10-й республиканский музыкальный фестиваль имени композитора Анатолия Михайлова, посвященный. Его юбилею. 85 лет со дня рождения композитора отметили настоящим музыкальным праздником на родине автора в Цивильском районе. Еще в старину в России была известна ежегодная Тихвинская ярмарка, ставшая важным центром не только торгово-экономических связей, но и культурного общения между людьми. И по сей день цивиля небольшое значение придают народным праздницам и обрядам профессиональному творчеству. С 1999 года важной частью Тихвинской ярмарки стал Республиканский музыкальный фестиваль имени композитора Анатолия Михайлова. Черноглазый майк, ружевницы, влюбленная и хороводная. В этом году прозвучали самые известные произведения Анатолия Михайлова в исполнении народных певческих коллективов из столицы Чувашии, Цивильского, Ядренского и Красноармейского районов. Кстати, всех участников 10-го Республиканского музыкального фестиваля Министерства культуры по делам национальности и архивного дела Чувашии отметила специальными дипломами. Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова